Здравствуйте, уважаемые любители английского футбола! Начнём обзор с Эвертона, который возглавил Карло Анчелотти. Контракт с итальянским специалистом подписан на 4 года. Игра завершилась без голов. Сообщим, что Арсенал также обзавёлся новым наставником. Им стал помощник Гвардиолы Артета, который спустя 3 года вернулся в тот клуб, в котором завершил свою игровую карьеру. Справедливость ради, скажем, что оба тренера участия в поединке не принимали. Эвертон и Арсенал имеют трёхматчевые серии без побед. Вчера мы выпустили подробный ролик, посвящённый квалификациям на разных континентах на чемпионат мира. Узнайте, где самый жёсткий отбор. Ключевая игра этого тура состоялась в Манчестере, куда пожаловал второй клуб турнирной таблицы Лестер. Горожане после двух неудач на своём поле добыли победу 3-1. Варди отметился в 17-й раз в английской премьер-лиге. Однако его клуб впервые проиграл за 2,5 месяца, учитывая и кубок лиги. Можно сказать, что битчиком Лестера в прошлый раз выступил Ливерпуль, с которым предстоит поединок в следующем туре. А вот Сити после этого матча сокращает отставание от Лиз. Итоговую таблицу посмотрим позже. Ливерпуль по известным причинам пропускал 18-й тур. Команда была в это время в Катаре, где впервые в своей истории завоевала Кубок Мира. Кстати, стало известно, кто претендует на звание лучшего игрока Африки. Номинантами стали два футболиста Ливерпуля Салах Имане, а также полузащитник Манчестера Сити Марес. А как вы думаете, кто достоин этого звания? Бёрли на последних минутах прихлопнул Бормут 1-0, который третий тур к ряду уступает на своём поле. Астанвила дома уступает Саутгемптону, а её футболист Магин уже на 8-й минуте покинул поле. У шотландца диагностировали перелом лодыжки. Скажем неприятную вещь для поклонников Ливерпуля, ведь 5 дней назад Астанвила в Кубке Лиги разгромила красных со счётом 5-0. Клоп основной состав своей команды увёз в Катар, а на эту игру вышла молодёжь, которая пожертвовала этим турниром ради более значительных целей. Шеффилд Юнайтед вернулся на 5-е место. Это стало возможным после субботней победы над Брайтоном. Надо отметить, что последний раз Чайки обыгрывали этот клуб ещё 14 лет назад. Шеффилд в случае победы над Уотфордом в следующем туре увеличит свою победную серию до 4-х игр к ряду. Минимальная победа зафиксирована и в игре Ньюкасла и Кристал Пелоса. Отметим, что в прошлый раз Сороки на своём стадионе также добыли 3 очка в конце игры. Это было, если помните, в матче с Аутгемптоном. Кристал Пелос впервые проиграл за последние 30 дней. Норвич уступил Вулверхэмптону, который не проигрывает на выездах пятую игру к ряду. Знаете ли вы, что канарейки в последний раз праздновали домашнюю победу более трёх месяцев тому назад? Манчестер Юнайтед, как Робин Гуд, отбирает очки у сильных и отдаёт их слабым командам. В 18-м туре манкунямцы пострадали от худшего коллектива этого розыгрыша у Отфорда. Как такое произошло, тяжело объяснить. Ведь шершни в этом сезоне добыли две победы в Кубке Лиги и вторую только в чемпионате. В лондонском дерби сошлись Тоттенхэм и Челси. Больше 10 месяцев эти клубы не виделись между собой. После той самой игры 28-го тура, в которой победу отпраздновали аристократы. Обе команды сейчас идут нестабильно, но победа досталась Челси. С 26 по 27 декабря состоится следующий раунд. Тоттенхэм примет Брайтон. Артета попробует принести Арсеналу первые очки в поединке с Бормутом. Астанвилла сыграет с Норвичем. Это матч аутсайдеров. Челси ждёт Саутгемптон. Кстати, синие четвёртую игру подряд не выезжают из Лондона. Кристал Пелес в дерби сразится с Вестхэмом. Эвертон примет Бёрли Шеффилд, возможно, укрепиться на своём месте. Ведь их ждёт матч с Уотфордом. МЮ играет с НЮ. Центральная битва ожидается в Лестере, куда пожалует Ливерпуль. В пятницу закроют тур. Вулверхэмптон и Манчестер Сити также интересная игра. Итак, Ливерпуль опережает Лестер на 10 баллов, а также имеет игру в запасе. Оба клуба имеют самую надёжную оборону, что подогревает интерес к предстоящему сражению. Манчестер Сити заколотил больше всех 50 голов. Команда, быть может, после следующего тура вернётся на вторую позицию. Чилси, как и прежде, занимает четвёртую строчку. Далее. В первой десятке. Шеффилд, Тоттенхэм, Вулверхэмптон, МЮ, Ньюкасл, Бёрли, Арсенал на 11 месте. Останвилла всё-таки попала в зону вылета, о чём мы предрекали ещё в прошлом обзоре. Здесь же Норвич и Уотфорд, который добыл свою вторую победу за 18 игр. В списке бомбардиров следующая картина. Варди из Лестера имеет 17 мячей. Напомню, что в прошлом сезоне он забил на 1 гол больше, 18. Абрахам, Абамьянг и Инкс из Саутгемптона отличились по 11 раз. Рэшфорд здесь пятый. У Дебрёйне становится 11 голевых передач. Игрок Манчестера Сити в этом туре отдал очередной голевой пас. У Сонхэнмина 7 передач. Если у вас есть ещё 5 минут, рекомендую узнать, за кого болеет английская королевская семья. Ставьте класс, чтобы мы делали ещё более информативные обзоры. До встречи на спортивном.